Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Откройте для себя достопримечательности Западной Армении – остров Артер на озере Иван. Военные сборы начинаются 15 сентября. Министерство обороны. Увеличилось количество туристов, посещающих Арцах. Турция и Азербайджан проводят военные учения в оккупированном Кашатаге. Тузлуджа – центр лечения соли, расположенный в Западной Армении, пользуется большим спросом. Организация обезьянных наций призвала к незамедлительным действиям по содержанию глобального потепления. Армения представлена на ежегодном конкурсе Европы с уникальной маркой. Колосование началось. Остров Артер – объявленный особо охраняемой территорией Ивани. Западная Армения привлекает посетителей своей природной красотой. Посетители острова на озере Иван приезжают сюда, чтобы полюбоваться множеством видов птиц, провести время на природе, где находятся руины часовни. С острова открывается неописуемая красивая панорама. Над островом находится древняя армянская часовня. Этот остров такой же красивый по своей природной красоте и такой же исторический, как и остров Ахтамар. Остров Артер – самый маленький из четырёх островов озера Ван. Дорогие соотечественники, если вы хотите посетить Западную Армению, чтобы увидеть неповторимые красоты озера Ван, рекомендуем посетить остров Артер рядом с другими островами. Решением правительства Республики Армения от 2 сентября 2021 года с 15 сентября по 15 декабря сего года вводятся новые ежеквартальные тренировочные сборы резервистов кадрового унтероофицерского состава и офицеров первой группы резервистов. Как сообщает Армен Пресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения, отметив, что в случае необходимости участники сходов будут привлечены к воинской службе. Сборы объявляются с целью повышения боевой готовности граждан, состоящих на учёте в запасе, профессиональной подготовке и подготовке офицеров запаса из унтероофицеров с высшим образованием. Участие в сборах, согласно календарю, будет входить в состав государственной службы или общего трудового стажа гражданина. В Минобороны предупреждают, что уклонение от сборов приведёт к уголовным последствиям. С января по август 2021 года количество туристов, посетивших Республику Арцах, увеличилось почти на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила в беседе с корреспондентом Арцах Пресс начальника отдела по связам с общественностью Министерства экономики и сельского хозяйства Арцахской Республики Гуар-Арапетян. Рост во многом обусловлен тем, что в прошлом году границы Республики Армения были закрыты из-за эпидемии коронавируса. В январе-августе 2021 года Арцах посетили 2560 иностранных туристов, а в августе 568 туристов. Туристы прибыли в Арцах из России более 90%. США, Иран, Франция и Украина, сказал Аэрапетян, добавив, что большая часть туристических объектов была потеряна из-за войны. Вооружённые силы Азербайджана и Турции начали совместные тактические учения в оккупированном Кашатагском районе Арцаха. Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких вооружённых сил – улучшение сотрудничества и военной координации во время боевых действий, сказали в Минобороны Азербайджана. По сообщению ведомства, акцент будет сделан на умении пользоваться современной тяжёлой техникой и сложными инструментами среди военнослужащих. Западная Армения осуждает совместные военные учения турецко-азербайджанских вооружённых сил в пределах международно признанных границ Армении. Соляные пещеры в провинции Игдыр в Тузлудже, Западной Армении и Центр солевой терапии, где соль использовалась для удовлетворения потребностей страны в соли, использовались в промышленности для уборки снега и теперь привлекают большое внимание как потенциальный центр здоровья. Центр солевой терапии сдан в эксплуатацию около двух с половиной месяцев назад. Соляные пещеры, положительно влияющие на респираторные заболевания, привлекают большое внимание горожан с такими заболеваниями. Холодный воздух в пещере – большое преимущество для людей, которые хотят охладиться от жары на улице. В центре, имеющем красивый вид с инфраструктурой, освещением и зеленью, скоро появятся кафе, социальные зоны, детские площадки, а также конференц-зал. Верховный комиссар ООН по изменению климата Патрисия Эспиноза призвала правительство положить конец тактике проволочек и принять срочные меры по сдерживанию глобального потепления. Эспиноза предупреждает, что ни одна страна не застрахована от последствий изменения климата в эксимальных погодных условиях и новых температурных рекордов. Это уже не тот случай, когда мы можем сказать, что это уязвимые страны, а это нет, сказала она. Эспиноза призвала правительство, подписавшее парижские соглашения в 2015 году, поддержать амбициозные, быстрые и крупномасштабные трансформационные усилия по сдерживанию глобального потепления и подготовиться к неизбежным последствиям потепления. В целях популяризации армянской культуры компания iPost участвует в ежегодном конкурсе Европа с интересной почтовой маркой. На марке изображен карартиф – хищная птица, занесенная в Красную книгу Республики Армения на фоне гор Армении. Колосование в конкурсе, которое продлится до 9 сентября, открыто для всех желающих. Корреспондент Армен Пресс побеседовал с руководителем Филателия, iPost, Шушан, Алексанян о назначении, емкости, уникальности марок и предстоящих программах. На каждой марке изображен культурный символ той или иной страны. «Если мы изучим марки Армении, мы увидим, что они имеют прямое отношение к нашей культуре», – подчеркивает Алексанян. Добавляю, что именно по этой причине они придают большое значение международных конкурсам марок, среди которых Европа занимает особое место. По её словам, тема конкурса в этом году – национальный животный мир, находящийся под угрозой исчезновения. Автор представленного Армении дизайном марки – Рэмса Акиан. Говоря о голосовании, Алексанян отметил, что важное значение имеет публичное голосование онлайн. Результаты голосования – членов жюри. Победитель будет определён по сумме голосов жюри и публики. Далее для вас национальный ансамбль «Сасун» – «Арабо». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»